привет друзья второй раз снимаю это видео вернее часть видео да я начала снимать я посмотрела у меня в общем не хватило памяти представляете обидно когда я переснимаю это в общем всем привет с вами людмила хамула пустые баночки рубрика началась я снимала у меня в общем у меня получилось за 40 дней скопилось очень много баночек я каждую часть даст я сейчас снимаю декоративная косметика и ходовая в воды пищевые добавки косметика для дома и получилось что я эти части еще разделила на две части потому что очень много но получается очень много снимать ну в одном видео не умещается тут еще и получилось что память у меня не выдерживает надо уже наверное что-то делать другое покупать ну и заново теперь начинаю опять снимать в общем получается две части уже пустых баночек это банды пищевой добавки сняла теперь я снимаю уходовая декоративная косметика пустые баночки за ноябрь это часть 1 скорее всего будут все они размещены в первый раз на и на рутуб или на яндекс z потом продублирую на youtube в связи с тем что у меня нет нет там видео там тоже надо платформы развивать извините кофта такая легкая хорошая мне нравится но вот то что она вот так вот делается постоянно мне не нравится мне надо хочется чтоб шея была открыта поэтому я если что буду поправлять сразу приношу свои искренние извинения так на мне вот такая вот помада хоть бы не забыть сказать артикулы ссылки всех средств этой помады тоже размещу под видео это кондиционер для губ и тыскле а вот такой вот легкий увлажняющий оттенок вот так ну давайте приступим я уже не помню с чего начала ну да бог с ним видите как я уже тут собрала в общем закончились у меня закончилась влажная туалетная бумага здесь у меня и детская серия и взрослая в основном конечно буду брать взрослую серию потому что она мне больше понравилась из-за запаха в детской серии запаха нет видео я снимала полностью про эту серию про сафелию в общем взрослую нас с алантаином 40 листов влажная туалетная бумага 0 процентов спирта силиконов краситель смываю био смываемая биоразлагаема видите сколько использовали мы не больше двух влажной бумаги можно смывать в унитаз за раз я имею ввиду за раз она смываемая биоразлагаема но не водорастворимая то есть она не как туалетная бумага у вас растворяется в унитазе она со временем раствориться как допустим дерево сгниет со временем там там трава сгниет со временем также и эта бумага со временем поэтому во избежание за 40 канализации используйте исключительно по инструкции положено ни за раз не больше двух используйте у меня нет в туалете мусорного ведра как кто-то умный такой написал мне вы поставьте в туалет мусорное ведро и не будете смывать в унитаз а я не хочу в туалете иметь мусорное ведро ну типа удов для вашего удобства я хочу чтобы у меня одно было мусорное ведро и нос чтоб стояла на кухне именно для пищевых отходов какие-то бутылки картонки я уже отдельно выкидываю давайте для нашего для моего удобства поставим спальни удобно же удобно вот рядом со столом ставят для бумаг давайте поставим в зале на балконе там в прихожей для удобства влажные салфетки выкидывать когда вы вытираете обувь вообще спальню на ночь легли яблочко покушать огрызочек выкинуть удобно удобно но не смешите если я говорю что мне неудобно в туалете мусорное ведро значит мне неудобно мне удобно использовать влажные салфетки которые биоразлагаемые которые смываемые я туалетную бумагу исключительно тоже выкидываю в мусор в унитаз в унитаз выкидываю единственно конечно гигиенические прокладки и тампоны исключительно только мусорное ведро так что вот брала буду брать и вот эти детские детские в принципе такую же функцию имеют что и взрослые для это для интимных ваших мест да только они 0 плюс депантенолом здесь кстати по 40 листов она достаточно влажная что взрослая что детская называется софелия тоже 0 процентов спирта душа красители смываемая биоразлагаемая гипоаллергенная я беру кстати на работу их также руки вытираю для удобства да если у меня допустим какой-то такой обычно нет бумаги я уберу ее влажную бумагу вот эту нет если у меня обычно влажных салфеток то я беру их эти эту влажную бумагу вытираю также руки всем она единственно конечно рвется ну вытера порвалась выкинула все в такие случаи когда закончилось вдруг запасов нет то я беру в магазине влажные салфетки имеют тоже интимные места вытираю но конечно же я их не смываю а выкидываю мусор на ведро который у меня одно стоит явно туда и выкидываю салфетки мне вот эти сами не понравились луна baby по какой причине понравилось по той причине что сама салфетка здесь не очень удачно на мой взгляд и что еще написано запах кстати неплохой для чувствительной кожи все нормально сама салфетка знаете как будто бы какая-то клеенчатая знаете не клеенчатая даже как-то даже сказать там пластмассовая что ли единственный плюс конечно же это вот клапан вот такой клапан в наших салфетках цены бы не было пусть немножко дороже буду до из-за этого клапана но вот клапан обязательно нужен для наших салфеток эти буду брать возможно буду когда если наших не будет вдруг вдруг наших не будут возьму так прокладки закончились дневные на критические дни и ежедневные наши прокладки чем характерны тем что здесь есть анионовый чип в прокладках в оберлик может генерировать до 5800 анионов на один кубический сантиметр он предотвращает размножение бактерий приводящих к воспалениям имейте ввиду здесь кстати нежное нетканое гидрофильное волокно антибактериальный анионовый чип абсорбирующий полимер экстракт зеленого чая но в унитаз не смывайте ни в коем случае исключительно только в мусорное ведро я их не чувствую не ощущаю на критические дни ничего не протекает лепится хорошо 10 штук каждая прокладка в индивидуальной упаковке я слышала что какие-то лечебные свойства имеют у кого критические дни с болями проходят у нас при критических днях естественно все ослаблено все открыто но будем говорить вход до влагалища матка вот это все как говорится нате вам бактерии любые да поэтому наши салфетки выручают вот в этих в целях безопасности от всяких инфекционных болезней я имею ввиду про обычные не про серьезные а про обычные такие легкие типа молочницы возможно как это инфекция такая легкая конечно не сильно в этом мы просто вам сообщаю но и при болях тоже вручать проверить не могу но слышала это на каждый день здесь 20 штук тоже вы каждая прокладка в индивидуальной упаковке я использую ежедневно выходя на улицу если на улицу я не хожу то я их не использую критические не да если наконец бывают критических дней бывают на начало еще использую смотря как проходит критические дни наши прокладки брала буду брать ботаника ботаника гель для душа закончился вот сегодня последний я добила здесь 94 процента натуральных компонентов календула облепиха в общем что вот мне понравился аромат прекрасный аромат здесь именно в бутылочке когда я на себя наношу пахнет извините за сравнение но какой-то мочой запах никакой если честно я бы не сказала что сильно пенится пенится но не прям вот как вот и бонжорни допустим слабоват все равно цена бюджет на 400 миллилитров просто для того чтобы помыться да без каких-либо это кстати глубокое питание но не сушит кожу до единственное за запаха из-за того что пенищи ну как-то не экономично я только вот из-за этого брать не буду мне вообще не понравилось не фиалку я фиалку я брала я брала вот календулу маме нравится мама год пенится хорошо большой объем бери вот для нее еще буду брать для себя больше брать я их не буду кое-как добила муж использовал ничего толком не сказал использовался пользовался тоже иногда он не вообще пользуется дегтярным мылом но иногда он все-таки гелем для душа для этих целей специального геля для душа покупать не буду будет пользуется пусть моим потому что у него очень долго это все расходуется но вот именно вот этот брать больше не буду вообще мне ботаника серия не очень нравится не для волос не для тела не для лица дальше краска закончилась у меня краска у меня салон салонке вот такая вот краска это королевский манго здесь треть степень стойкости краски обычная краска но щадящая относится к волосам голове не в коем случае нет не вызывает слезоточивость не задыхаешься когда красишься волосы мягкие послушные все не хорошо бальзам есть здесь инструкция перчатки краска и окислитель проявитель вот этот вот получается вот я сегодня покрасилась и получается ну вот за 40 дней две краски у меня в использовании это в принципе нормально королевский манго вот такой цвет получается но он после трех-четырех помывок головы смывается и такой знаете благородно благородно рыжий становится мне краска это нравится брала буду брать пока что пока что мне надоест мне этот цвет на голове остановилась проверила то вдруг тоже опять память загружена, и вдруг опять переснять придется. Так, ну, смотрите, что я вам хочу показать. Вот такую вот виходку, мочалку для... Ей уже, наверное, больше трех лет. Я ее купила давно-давно, за 250 тенге. Ею активно пользовалась. Она такая веселая, позитивная, мне нравится. Она очень-очень хорошо пенит, какое-то моющее средство. Даже этот беспонтовый, бесполезный гель для душа. Очень хорошо трет, как бы, знаете, скрабирует. И мне что нравится, спину можно самой помыть, ну, не прося кого-нибудь, да, мужа. Потому что это немаловажный факт. Ну, естественно, я выкидывала, она уже у меня старенькая, ну и плюс, видите, разодралась вот так вот. Вообще попадется такая какая-нибудь за 250 тенге. Ну, сейчас, наверное, не 250 тенге, дороже стоит. Обязательно куплю. Сейчас, наверное, куплю мочалку Фаберлик вот эту вот с кусочками мыла. Я ее как-то покупала, она мне что-то сразу в общем, внешний вид оставил желать лучшего. Но я все-таки рискну. Еще раз куплю ее, хотя я не планировала ее покупать. Но вообще в магазине вот такую куплю, мне нравится. И мне понравились это Фаберликовские перчатки вот такие вот. Это для мытья тоже тело. Мне они чем понравились. Во-первых, они имеют скрабирующие действия, то есть они тоже вот такие вот тверденькие, хорошо скрабируют. Во-вторых, хорошо тоже гель пенится экономично, да, использование. В-третьих, вы надеваете перчатки, ну, принцип, да, такой вот так вот наливаете сюда гель, вот так вот спениваете и моете. Классно очень. Кто-то даже лицо этим перчатками моет, но я не рискую лицо мыть этими перчатками. И еще, знаете, какой момент? Я потом, ну, уже давно пользуюсь, думаю, надо их поменять. У меня сейчас в использовании такие же фиолетовые. Думаю, их поменяю. И что вы думаете? Я думаю, ну, они еще хорошие, думаю, использую. У меня ванна старая, чугунная. Я, в общем, надеваю перчатки, резиновые, на эти перчатки надеваю, надеваю вот эти перчатки, разношумующие, либо на перчатки, либо на ванну, и вот так вот тру бывает. Вы знаете, очень хорошо все смывало, и не надо никакую мочалку, терку, а просто трешь. Ну, они уже старенькие, все уже. Ну, как бы, и так они за такую цену были в использовании уже очень много-много раз, но я имею в виду и для мытья тела, и для мытья ванны, что уже, наверное, пора и честь знать. Я их выкидываю. Ну, перебирала сегодня ванну, решила и это выкинуть. Дальше. Мыло, мыло кусковое. Это у нас такое сложное название в мыле. Отельер Дель. Сафонный, по-моему, так. 94% натуральных компонентов. Это веганская линейка. Здесь у меня 2 вербены или банграсс, и лайм, и базилик. Ну, вы поняли, что цитрус наше все, как говорится. Я не люблю кусковое мыло, но я его люблю за то, что оно не сушит руки. Вообще неудобное в применении, но у меня свекровь, и муж только ими пользуется. Они нравятся, не сушат руки. Просто-напросто они очень заточены на мытье рук. Я мою только по необходимости. Они их постоянно, эти руки моют. Поэтому для них важно иметь мыло, чтобы не сушило руки. Вот это мыло не сушит руки. Оно не размокает в мыльнице, но при условии, если в мыльнице у вас есть отверстие. Если нет отверстий, вот у меня есть мыльница, где есть отверстие, а есть мыльница, где нет отверстий. Вот где нет отверстий, вот это мыло размокает, конечно же. Ну, не с одного применения, там с нескольких применений. А если отверстие есть, то оно размокать, естественно, не будет. То есть будет вентиляция у вас в мыле. Поэтому мыло хорошее, мыло не сушит. Оно такое, знаете, имеет цвет молочный такой, знаете, как детское мыло. Такое же мягкое, в нем масла ощутимые, я чувствую. Пахнет приятно. В общем, 90 грамм мыла, мы довольны. Ну, у меня свекровь и муж этими мылами пользуется. Дальше у меня закончился один лак, но этот лак закончился еще тогда, когда я без шапки ходила. Сейчас у меня активно в использовании сухой шампунь, потому что лак бесполезно, лак имеет все равно другое свойство. Он немножко застывает на голове, ну, лакирует, будем так говорить. И когда снимаешь, невозможно его так... Ну, хотя лак наш, возможно, подправить. Когда шапку снимаешь, вот так вот руку просовываешь, да, ну, то есть прическу вот так вот делаешь, поднимаешь, чтобы не было прилизано, да, получается. С нашим лаком можно, но все-таки мне лучше использовать сухой шампунь для этих целей. А когда я без шапки ходила, я этим лаком пользовалась. Наш лак мне нравится. Это объем и стайлинг, кератин-комплекс, уф-фильтры. В общем, все в нем мне нравится. 200 мл. Сейчас пока на задний план. Сейчас у нас будет активно у меня использоваться сухой шампунь. А это когда шапки сниму, шапки снимем, то обязательно буду повторять. У меня в запасах, кстати, есть. Ну, так, на всякий случай, вдруг куда-то в гости поеду я. Вся такая деловая на такси. Дальше закончился вот у меня, кстати, сухой шампунь. Две бутылочки. Это активно сейчас в использовании у меня. Я им исключительно сейчас стала делать прическу. То есть я голову помыла, какие-то укладочные средства нанесла, ну, видим масло, там, крема для укладки, да, посушила феном. И на чистые волосы, на корни нанесла вот этот сухой шампунь. У нас это, у меня это для темных волос, то есть для брюнеток и шатенок, но есть у нас и для блондинок. Разницы между ними я не увидела. Здесь, кстати, кератиновый комплекс тоже есть. Но разница в запахе. Мне вот по запаху вот этот вот шампунь больше нравится. Он имеет абсорбирующее действие. То есть если вы хотите длительность чистоты продлить, ну, то вы наносите на чистые волосы. Если у вас уже грязные волосы, то наносите на грязные, и тоже на день вы продлеваете чистоту волос. Вот. Сейчас активно его использую. 125 мл, сейчас он на мне. Теперь будет пока постоянная покупка, когда я буду использовать, ну, пока в шапке, как говорится, хожу. Но и летом я беру его тоже исключительно для съемок. Там, допустим, если быстро куда-то попросили выйти, да, голова грязная. У меня голова жирная, поэтому, ну, кожа головы жирная, поэтому я, ну, не могу позволить себе выйти с грязной головой. И использую вот сухой шампунь. Ну, и вот такая вот укладка у меня с сухим шампунем происходит. Ну, то есть есть объем. Дальше. Дальше. Это у мамы использовала лак-крем, обновляющий ароматный уход с персиком и молочными протеинами. Обычный гель для душа, ну, он идет кремовая текстура. Вы знаете, маме особой разницы нет, кремовая или гелевая текстура. Мне тоже. Ну, обычный гель для душа, сказала. Пенится хорошо, кожу не сушит, все хорошо. 250 миллилитров. Будем брать. Так, этот гель для душа. Вот не помню, кто использовал. Ну, по-моему, я этот гель для душа использовала. Хотя. Вот не помню. Ну, не суть важна. Это мои любимые гели для душа. Нет, это не я использовала, это мама использовала, потому что она, видите, тут не разбавила водой. Я гели для душа разбавляю водой. Все. 250 миллилитров. А я помню, что запах вроде бы таким не мылся. В общем, приятный аромат. Ну, маме, я вам сказала, выше все равно, чем использовать. Здесь лотос и какой-то сандал. А, сандал. Лотос и сандал. Очень вкусный аромат. И вообще вот эти гели для душа самые мои любимые. Пенятся хорошо, оставляют легкий аромат на коже. И вообще они пахнут хорошо. Открываются при мытье, когда водой вы моетесь. То есть запах открывается. Пенятся тоже очень хорошо. Смывается хорошо, кожу не сушит. Моей маме, как я выше сказала, уже все равно. А мне все-таки вот предпочтительно вот этот вот бонжорни. Дальше. Закончился... Ну, наверное, это у меня закончился. Ну, хотя это мужской. Это шампунь, гель, шовы и гель. Шовы, я не знаю, что такое. Шовы. Ну, короче, что-то тут три в одном. Ну, я вижу, что здесь гель есть. Значит, его можно использовать как гель. Это у нас приурочена линейка к тому, что к пикам, горам. Это Эльбрус, 380 мл. В общем, вся эта линейка я бы не сказала, что мне понравилось. Запахи так себе в бутылочке вроде бы пахнут. Но есть такие, которые еле-еле. Когда... Это прозрачная текстура гелевая. Когда наносишь, куда-то запах улетучивается. Ну, пенится хорошо, смывается хорошо. Муж мылся иногда. Это в основном я добила его этот гель. Не добила, а тоже в основном тоже мылась получается. Шампунь. Шампунь-гель для душа. Три в одном. Вот как понять. Шампунь-гель для душа. Шовы. Это гель. Три в одном, я не знаю. Тут шампунь и гель. Все. Ну, то есть, если у меня написано шампунь и гель, то я буду исключительно пользоваться как гелем. Муж у меня тоже, кстати, больше предпочитает, если одно название шампунь, он не будет мыться там два в одном, три в одном. Он говорит, если написано гель, то будет исключительно мыть тело. Если написано шампунь, будет мыть волосы. Если написано шампунь, гель и там еще что-то, то, естественно, только будет мыть тело. Для волос у нас исключительно шампуни для волос. То есть, нету каких-то там три в одном, два в одном. У меня тут сейчас что-то слетит вечно какие-то преграды хочу снимать то памяти нет то что-то упадет то что-то отвлекет меня но сегодня свободный день для съемок ну дайте мне возможность снять пожалуйста я уже устала у меня уже вечера я все снимаю снимаются удините видео если честно устала если честно стало еще знаете когда вот это вот такие мелкие какие-то нюансы то переснимать приходится то что-то фон падает то еще что-то случается в общем что хотела сказать брать больше не буду вообще в принципе нам не понравился все нико гель никак шампунь нет кстати как шампунь я сегодня помылась у нас у меня на ванни шампунь именно ну просто обычный шампунь я купила что он плохой ну обычный шампунь но тоже брать не будем так дальше шампунь вот этот мой шампунь возьмем Повторим и не один раз Детокс шампунь, после него голова Чуть ли не неделю чистая, это серия эксперт Он черный, муж у меня мылся им Потому что так быстро закончился Ну это очищение вашей головы В общем, шикарно очищает Запах приятный, пенится хорошо Здесь активированный уголь, биотехнологический комплекс 250 мл Мне понравился, спасибо, кто мне порекомендовал Дальше Все использовано Вот такая одноразовая брита В таком пакетике приходят здесь 3 штуки Я оставляю пакетик, потому что Тут 3 штуки, я по одному использую Одной бритвы, ну минимум на 4 месяца хватает Максимум на 6 месяцев хватает Хотя пишут одноразовая Бритвенные станки с тремя лезвиями Для женского бритья Узкая головка бритья, безопасно бритье чувствительных зон тела Вы знаете, все равно иногда режусь Три лезвия из нержавеющей стали Высшего качества, ручка с резиновой накладкой Для большего контроля Это эргономичная форма, плавающая головка Полоска здесь дополнительно Алоэ смягчает зону бритья В общем, за функциональность обязательно возьму Брала, буду брать Вот, выкидываю это Дальше закончился у нас Я не помню, по-моему, мужа дезодорант закончился Или у меня Ну, не суть важно Но, по-моему, все-таки это мужа закончился Да, потому что у меня там есть еще один дезодорант В общем, девантюр и мужу, и мне нравится Больше 48 часов держит 50 мл Муж проверял Запах приятный, удобный шарик Вот такой И приятный аромат В общем, нам понравился вот этот вот дезодорант Антипереспирант Так Это закончился? Нет Это все-таки, наверное, мой закончился Ну, не суть важно Ладно, и муж пользовался Ну, мы разными пользуемся Я имею в виду, что он тоже бывает Им пользуется Я Если у нас Я люблю мужские ароматы Если у меня Допустим Блокбастер, да? Не блокбастер, а как он? Барберлаб Барберлаб Наш любимый Если муж пользуется Барберлабом То И у нас в запасе он есть Я вытащу какой-нибудь другой для себя Если я пользуюсь Барберлабом Ну, у меня в другом месте стоит То, естественно, мужу какой-то другой вытащу И также вот с этим Ванди Авантюр Очень мне нравится тоже аромат и его действия Это у мамы закончился Вот это такая старая линейка еще У меня уже такой нет То есть 48 часов Частота лотоса Нет, белым пятном Обычно дезодорант Ничего особенного в нем не было Шарик маленький 48 часов не держат они, кстати У меня тоже раньше такие были Держат, ну, весь день Весь день, в принципе, этого достаточно Дальше Гель для интимной гигиены Это мой гель для интимной гигиены Хороший интимный гель Мне нравится Что здесь удобная упаковка для использования Мне нравится, что одной рукой можно выдавить Не надо вот эту баночку, бутылочку держать Мне нравится, что он густой Что надолго хватает Не раздражает Приятный запах чистоты Не раздражает слизистую Хорошо пенится Нету никакого шелушения, раздражения Там, я не знаю, покраснения В общем, все в нем хорошо Вот в этом геле Брала, буду брать Есть беленький и розовенький Один для чувствительной кожи Другой для обычной кожи Ну, мне, я разницы не вижу Я тем и этим пользуюсь с удовольствием Такое мыло закончилось Бьюти-кафе банановое Вы знаете, обалденный запах банана И как ни странно Вот мне все мыло Компании Фаберлик И не только Компании Фаберлик Сушит руки Вот этот вот не сушил мне руки Ну, по крайней мере Лучше всех Относился к моим рукам Мне понравился он Буду ли я брать? Да, буду Здесь, кстати, 200 мл И в интимгеле тоже 200 мл Дальше закончился бальзам у мамы Вот, кстати, вот эта вот линейка Зимняя линейка Бальзам двойное питание С аминокислотами Вот вся вот линейка моей маме подходит Смягчает Оно у нее волосы Она красится в светлые оттенки Вы знаете, светлые оттенки все равно Немножко Ну, требуют другого ухода В общем, ей понравился Смягчал Мне нету У нее структура волоса другого У нее более жесткий У меня мягкий волос У меня делал с опельками Вот эта вот вся серия Вся серия вот эта именно А у мамы нет У мамы именно смягчал так, как вот надо Чтобы волос был не жесткий, не мягкий Здесь 200 мл Я не знаю, есть такая, нет Если есть, то я, возможно, для мамы возьму Может, что-то другое возьму Но для себя я не буду брать Потому что я уже много раз говорила Что мне он не нравится Так, закончился у меня Делайн гель для бритья Обычный гель для бритья С экстрактом орхидеи и маслом Муру-муру Кстати, у нас раньше давно Я уже постоянно повторяюсь Да, с алоем был Вот с алоем Он как-то, знаете, заживляющие действия были В этом, к сожалению, нет 100 мл Бывает, ранюсь, когда бреюсь Особенно новая, когда бритва И, вы знаете, это Кровь долго остановить невозможно Вот алоем был Прямо моментально, знаете Рано заживляющий Ну, запах приятный Функции выполняет свои То есть гладкое бритье Поэтому беру претензии Ну, особых претензий, в принципе, у меня к нему нет Так, закончился вот гель Айкон Кёрли Айкон Для кудрявых волос У меня волосы не кудрявые Но я брала попробовать Это гелевая текстура Приятный аромат И, кстати, на моих коротких волосах Я наносила этот гель И диффузером Который фен с диффузером Я делала укладку Вот именно вот этого кудрявого метода Да, у меня получились такие волнистые волосы А девочкам, у которых кудри Вообще, наверное, красота 75 миллилитров Один единственный минус После него у меня волосы чаще приходится мыть Почему-то жирнит Ну, брать я больше не буду Мне больше всего понравился крем Ну, сейчас крема нет Ну, не знаю, что-нибудь другое возьму Но именно его брать не буду Хотя укладка всё нормально Выполняет своё действие Сейчас он на мне нанесён Я не делала метод кудрявого способа Метода, да Я просто нанесла Как средство для укладки И всё Так, и последнее, что я вам покажу В этой части Это эликсир У нас уже другая упаковочка Но действия те же самые Я брала этот эликсир на распродаже Эксперт серия Для волос с маслом Амлы Здесь 30-50 миллилитров В том, я не помню, в новом Ну, имеет функцию гидрофильного масла То есть, тут пишут И на влажный, и на сухий можно наносить Но на влажный лучше наносишь И вот нет вот этой вот маслянистости Как масло А именно работает как гидрофильное масло Вот на лицо наносите вы гидрофильное масло Вот это вот так вот работает Смягчает, питает Кончики секущие Запечатывает Укладка делается превосходно Волосы послушные Запах приятный В общем, пятёрка беру постоянно теперь И вам могу посоветовать Ну, всё, дорогие мои Первая часть закончилась Ухода и декоративной косметики Сейчас буду снимать Вторую часть Ещё у меня ещё два видео будет А уже вечер И я уже устала И мне сегодня что-то Некомфортно Но надо Есть такое слово Надо Всё, всем пока Всё, 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 всё Продолжение следует...